Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виктория. Сегодня я буду готовить чили конкарне. Очень известное и популярное блюдо в мексиканской кухне. Я буду готовить облегченный вариант для всей семьи, включая детей, поэтому без большого количества перца. Я готовлю это блюдо довольно часто, потому что все готовится очень просто, быстро и нравится всем членам семьи. Для приготовления нам понадобится 450 грамм говяжьего фарша, 1 красный болгарский перец, 2 луковицы, 2 зубчика чеснока, растительное масло, помидоры, томатный соус или томатное пюре, красная фасоль в собственном соку, соль, перец, паприка и горький перец, стручковый перец, если вы любите. Сначала я нарезаю лук. Лук нужно нарезать как можно мельче. Затем я нарезаю чеснок. Нарезаем зелень. У меня петрушка. Нарезаю красный болгарский перец. Перец желательно нарезать как можно мельче. Сразу нажмите на колокольчик, чтобы подписаться на мой канал. Вас ожидают новые интересные рецепты. У меня рецепты интересные и проверенные. Затем очищаем от кожуры помидоры. Также это можно сделать, обдав помидоры кипятком. Убираем сердцевинку. И начинаем мелко-мелко нарезать их на небольшие кубики. На моем канале есть другие рецепты блюд на ужин, на обед, блюда из мяса. Ссылки я вам оставлю в описании под видео. Так же, как и точное количество ингредиентов. Я разогрела сковороду и наливаю на нее немного растительного масла. Начинаю обжаривать лук. К луку добавляю чеснок и продолжаю обжаривать, немного помешивая. Когда лук у нас обжарился, начинаем добавлять фарш. Хорошо перемешиваю фарш. Лук с фаршем должны хорошо обжариться. Добавляем соль. Черный перец. И паприку. Можно добавить 1 столовую ложку сахара и кориандр. Я готовлю это блюдо без сахара, потому что в помидорах и так достаточно сахара и в томатном пюре. Но многие добавляют также кориандр и 1 столовую ложку сахара. Фарш у нас обжарился. Но я советую фарш не обжаривать до такого состояния, чтобы он был сухой. Затем я добавляю красный болгарский перец. И все хорошо перемешиваю. Следом за перцем добавляю мелко нарезанные помидоры. Опять все хорошо перемешиваем. Затем я добавляю немного соуса красного горького перца. Но я добавляю совсем чуть-чуть. Добавляйте по вкусу. И 200-300 грамм томатного пюре. Или можно его заменить томатным соусом. Хорошо все перемешиваю. Многие в это блюдо добавляют горячую кипяченую воду, чтобы оно не получилось сухим. У меня оно получается всегда сочным, с достаточным количеством жидкости. Поэтому я кипяток не добавляю. Затем я добавляю зелень и красную фасоль. У меня фасоль в банке. Уходит одна банка 300 грамм. Жидкость из банки нужно предварительно слить. И хорошо перемешиваем. Оставляем тушиться 20 минут на маленьком огне. Нужно знать также, что после приготовления блюдо в себя еще хорошо потом впитывает жидкость. Поэтому время от времени лучше проверять. Если жидкости недостаточно, то добавьте немного еще кипяченой воды. Блюдо получается очень красивое, вкусное. Подаем его с рисом, украшаем зеленью. Также в мексиканской кухне его часто подают с кукурузными чипсами, лепешками тортилья, сыром или приправляют сметаной. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!